Красногоровка город в Донецкой области севернее Марьинки, за который уже полгода идут бои. По последней информации украинских военных, ситуация там усложнилась. Но этому участку фронта не придается такое медийное значение, как, например, Часовьяру. Что такое Красногоровка в плане дальнейшей обороны Запада Донеччины и в каком положении там ВСУ сейчас, разбираемся в этом видео. По данным 46-й отдельной аэромобильной бригады, бои идут уже в частном секторе в северо-западной части Красногоровки. Как пишут военные, для продолжительной обороны этот район непригоден, что может привести к быстрому захвату города. Вскоре для сохранения людей придется принимать меры вплоть до самых непопулярных. Наряду с тем, что город оккупанты не могут взять уже полгода, это пока единственные положительные моменты в битве за Красногоровку. О том, что в Красногоровке обстановка ухудшается, пишет и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс». По его словам, армия РФ продвигается дом за домом. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены. К сожалению, скорее всего, взятие города – вопрос времени. Подтверждают факт того, что российские войска имеют некоторый успех и военные эксперты. Но они не разделяют мнение, что армия РФ сможет оккупировать Красногоровку в ближайшее время. Ведь бои в городской застройке сложные и изматывающие. Оккупанты пытаются продавить позиции Вооруженных сил Украины уже непосредственно в жилой застройке. То есть бои идутся за многоэтажки. Используется опять тактика фланговых охватов позиций Вооруженных сил Украины. После взятия под контроль вогнотрывкового завода, то есть основной промзоны Красногоровки, можем говорить о том, что значительная часть города находится под контролем оккупантов. В ЗЭЦ-сообществе утверждают, что путинская армия уже заняла часть многоэтажек в микрорайоне Солнечный и в восточной части Красногоровки. А на севере продвинулась в многоэтажках по улице Конотопская. На западе бои идут якобы вдоль улиц Покровская, Суворова и Сумская. Официальный Киев эту информацию не подтверждает. Бо будь-які интенсивные бои за будь-який населенный пункт завжди мають властивість до динамичности, до змін. Дуже часто позиції переходять рук в руки, і він не дадеться закріпити ни з одніх сторон. Тому військова операція ворога, яка проводиться в районі Красногорівки, ще не означає, що це остаточний результат. Оскільки це вже переходить в публічну прощину, звичайно, що ворог там задіє диткові сили, засоби резерву, для того, щоб інформаційному просторі теж розкрутити ситуацію. Аналитики напоминають, ВСУ удерживають Красногоровку уже полгода. Бои там не менее сложные, чем были в Авдеевке, і зараз идут в часа в Яре. Благодаря усилиям сил обороны линия фронта в Красногоровке почти не изменилась после начала полномасштабной войны. Об этом населенном пункте в медіа говорят не так часто, але він дуже важливий в плані оборони Донецькій області. Як пишет 46-я бригада, оставлення Красногоровки негативно скажеться на оперативно-тактичній обстановці на Невельському участці Покровського направління. Але це не єдинственна угроза. Красногоровка прикрыває дальніше продвиження, соответственно, оперативної тылу Вооружонних сил України. В першу черти речі йдет о Кураховському направліні. А це, соответственно, можливість виходу оккупантов непосредственно к логистичним хабам Вооружонних сил України. Причем Курахово – це основной не тільки логистичний хаб, але й крупний промисленний центр. Речі йдет о теплоэлектростанції, которая дає електроэнергию як на контролюємій території, так і на оккупанційній. То єсть окупанти, продвигаясь в Красногоровке, пытаються рішить как воєнні, так і економічні задачі. Вона цікава для ворога, як і те, що там є станція железнодорожна, яка може використовуватися, зараз в мене звичайно не працює, але може використовуватися для логістики, там є і завод огнетрівких виробів, який можна використовувати як місце не просто тільки для укріплення особового складу, а також як місця для накопичення і прикриття техніки. В то же время аналитики говорят, Красногоровка може стати плацдармом для дальнішого наступлення армії РФ, але не стоїть розсматривати це направлення віддельно від всього фронту. Окупанты по-прежнему активні і в Часов'яре, і в Карловці, і возле Очеретина. Поэтому успіх или неудача на якому-либо направлении в итоге може привести либо к обвалу фронту армії РФ в Красногоровке, либо к успіху оккупантов, например, при продвіженні куглідару юго-западній Красногоровці. Після Авдіївки. Зараз можна багато чого гадати, але варто все-таки дочекатися офіційних повідомлень і роз'яснень. Поэтому, даже в случае оккупации Красногоровки, считають експерты, інтенсивність боєв на других направлених не снизиться, ведь сейчас у российських войск нет приоритетних точек фронта. Поэтому говорить о том, що після захвата Красногоровки буде в приоритеті какое-то направление, це шибачне інформаційне сопровождення боєв на данному направлении. Основна задача – контроль над всей територією Донецької області. А взятие Красногоровки дає можливість флангових маневров для оккупантов. В районі Красногоровки армія РФ використовує волнообразний характер атак, то є вони практично не прекращаються. Результат такої тактики – значительні потери в живой силі у оккупантов, о чому пишуть даже пропагандисты. Обычно вони фальстартам рапортують об успіхах армії РФ. Але що касається Красногоровки, то, як советують так называємий военкор Юрий Котинок, не нужно бежать впереди паровоза, ведь штурм этого населенного пункта идет уже минимум полгода с переменным успехом. Ітог, пока що утверждає Котинок, лиш немалі потери. І якщо вже навіть в ЗЦ-зообществі заговорили об цьому, то жертв среди российських военних, вероятно, действительно багато. Субтитрувальниця Оля Шор